Приветствую! В этом видео мы разберемся со следующими вопросами. Почему Владимир Зеленский не объявил войну и должен ли был он объявить войну РФ? Что для нас, как для граждан Украины, значит объявление войны? Как это повлияет на наши права? Как ограничены будут наши права после объявления войны? И, конечно же, мы поговорим о том, а освободит ли нас объявление войны от уплаты коммунальных услуг, от уплаты процентов по кредитам и прочих обязательств. Для того, чтобы все это сделать, мы будем с вами смотреть не только Конституцию Украины, мы посмотрим еще и Устав ООН, и Североатлантический договор. И, собственно говоря, начнем мы уже сейчас. И начнем мы с самого главного, на мой взгляд, вопроса. А президент Украины имеет полномочия объявлять войну? Президент ли объявляет войну? Давайте смотреть Конституцию Украины. А начнем мы со статьи 85 Конституции Украины, где указаны полномочия Верховной Рады Украины. И здесь, в девятом пункте, о чудо, написано, что оголошение за поданням президента Украины стану войны и укладения миру, схваление решения президента про використание Збройных сил Украины и других військовых формований в разе збройной агрессии против Украины. Еще раз смотрим и вспоминаем слова тех людей, которые любят называть себя правозащитниками, которые считают, что именно президент объявляет войну. Нет, не президент. Оголошуется в война за поданням президента Украины, но оголошуется в она Верховную Радою Украины. Но это такое лирическое отступление. Теперь перейдем к вопросу, почему же многие считают, что именно президент Украины должен объявить войну. И есть для этого все основания. Посмотрим мы закон о обороне Украины. И здесь посмотрим статью 4, где сказано, что у разе збройной агрессии против Украины или загрозы нападу на Украину президент Украины приймае решение про загальную або частную мобилизацию, введение военного стану в Украине або в окремих ее местах, с использования ЗСУ, и других військовых формований, утворенных соответствующих законов Украины, подает его Верховной Раде Украины на схвалыня чи затвердження, а також вносит до Верховной Рады Украины подання про оголошення стану війны. В этом законе, прошу обратить внимание, тоже говорится о том, что он вносит до Верховной Рады Украины подання про оголошення стану війны. Так почему же он до сих пор этого не сделал? Сейчас мы с этим разберемся. Итак, мы с вами однозначно здесь увидели, что в законе написано, что в случае збройной агрессии против Украины або загрозы нападу на Украину президент должен объявить мобилизацию, ввести в военное положение и объявить войну. Вот три, по сути, элемента, ой, четыре, прошу прощения, еще же и использовать ЗСУ и иные воинские формирования. Так почему же он этого не сделал? Ответ на этот вопрос кроется в Конституции Украины. И давайте мы ее сейчас и посмотрим. В Конституции Украины в 19 пункте известной нам статтей 106 сказано, что президент Украины вносит до Верховной Ради Украины подання про оголошення стану війны та в разе збройной агрессии против Украины, приймая решения про використание ЗСУ та інших утворенных відповідно до законів Украины військовых формувань. Внимание, следите за ловкостью рук, что называется. Что написано в Конституции? В Конституции вот этот пункт нужно, вот чтобы его понять, разбить на самом деле на две части. Часть первая. вносит до Верховной Рады просто полномочия президента про внесение подання про оглашение войны. Но здесь нет условия внесения этого подання. Потому что вторая часть урази збройной агрессии проти Украины, приймая решения про використання ЗСУ. То есть вот эта часть урази збройной агрессии, это словосочетание относится не к тому, что идет до словосполучника ТА. Оно относится к тому, что идет после. То есть в пункте 19 статьи 106 Конституции Украины первое, есть просто указание на то, что президент Украины может внести подання про оглашение стану войны. Но здесь не указано условия, при котором он обязан это сделать. А вот когда мы читаем дальше, вот здесь, да, то мы понимаем, что збройни силы Украины президент может использовать только урази збройной агрессии проти Украины. И вы здесь скажете, Олег, стоп, но в законе же написано, а почему так, что у нас закон противоречит Конституции? Отвечу просто. Да, да, на мой взгляд, здесь явное несоответствие действующей редакции Конституции с тем текстом закона, который у нас есть, закона про оборону Украины. И сейчас я вам покажу, почему я так считаю, почему я считаю, что закон не был синхронизирован с Конституцией. Для этого нам нужно посмотреть предыдущую редакцию Конституции Украины. Ту редакцию, в которой было полное соответствие Конституции и закона. И вот мы сейчас смотрим редакцию, которая была до 14-го года, до февраля 14-го года. Посмотрите, как этот пункт звучал здесь. вносит до Верховной Ради Украины подания про оголошение стану войны та приймае решение про використание Збройных сил Украины у разе Збройной агрессии проти Украины. Посмотрите, какая конструкция здесь. Здесь внесение подания про оголошение стану войны. и принятие решения про использование Збройных сил Украины объединено. И дальше уже после этого указано условие у разе Збройной агрессии проти Украины. Я вам сейчас покажу на одном экране, чтобы легче было воспринимать это. Вот, посмотрите, какой был текст Конституции до 2014 года и какой сейчас. Посмотрите на него внимательно и, ну, как говорится, найдите 10 отличий. И вы эти отличия увидите в следующем, что право президента на оглашение стану войны и принятие решения про выкористание Збройных сил Украины, оно неизбежно здесь следовало из Збройной агрессии проти Украины. И это единственное условие, которое у нас было. И именно в соответствии с такой редакцией Конституции Украины принимался закон про оборону Украины. И вот часть первая статьи четвертой была синхронизована именно с такой редакцией Конституции Украины. Ну а что сейчас? А сейчас мы видим совершенно другую редакцию, где объявление войны вообще не связано с сбройной агрессией. То есть нет привязки к этому. И соответственно вывод какой? Во-первых, действующая Конституция Украины не ставит никаких условий для оглашения войны и нападения на Украину не является основанием для оглашения войны. Да, вот так вдумайтесь в это и опровергните. Текст Конституции доступен всем. И второй момент. Конституция Украины не обязывает президента Украины вносить поданья про объявление войны. Поэтому на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Президент не объявил войну по одной простой причине. Он не может это сделать и он не обязан это сделать. Ну а перед тем, как мы рассмотрим вопрос международных актов, хочу вам напомнить, что у меня есть телеграм-канал, информации в нем гораздо больше и появляется она оперативнее, чем в ютуб-канале. Также я там отвечаю на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. Ну а теперь давайте посмотрим сначала североатлантический договор и в первую очередь посмотрим пятую его статью. Итак, читаем. Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. Обращаю ваше внимание, вооруженное нападение. Не война, вооруженное нападение. И текст, который вы сейчас видите, ссылочку на него я оставлю в описании. зайдете и сможете убедиться, что это не мой перевод текста. Это официальный перевод, который размещен на соответствующем сайте НАТО. Ну, конечно, вы скажете, стоп, а давай нам покажи, может же там где-то используется слово война? Давайте смотрим. Вот у нас есть возможность искать войн. Войн сокращенно ищем. Нет. в североатлантическом договоре. Это тот договор, который, по сути, что является учредительным договором НАТО, да, базовым договором. Нет слова война. Давайте посмотрим устав ООН теперь. И вот посмотрим, что же в пункте первом статьи первой написано, что организация объединенных наций преследует цели поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживания и разрешения международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. на что хочу обратить внимание на акты агрессии, не война, акты агрессии, но вы скажите стоп, там точно есть про войну, там точно есть про войну в уставе ООН, давайте смотреть, ищем снова войн, о, действительно есть, но видим здесь про что, про вторую мировую войну, дальше смотрим, где используется слово война, тоже что-то тут в результате второй мировой войны, идем дальше, снова в результате второй мировой войны, а что же еще, где еще, вот снова в течение второй мировой войны, и вот в преамбуле конечно же есть избавить грядущие поколения от бедствий войны, и собственно говоря, оп, и мы собственно говоря зациклились снова на второй мировой войне, к чему я веду, устав ООН термин война как некое обязательное условие чего-либо не называет, а какой термин используют, смотрите, акт агрессии, а у нас как это все называется официально, мы всегда говорим, что в результате агрессии РФ, а теперь давайте посмотрим, что же такое агрессия, вот здесь смотреть мы будем известную резолюцию 3314, многие ее любят упоминать в контексте вопроса объявления войны, и здесь как раз написано, что такое агрессия, и вот агрессия является применение вооруженной силы государственной, государством против суверенитета территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом несовместивым с уставом ООН, как это установлено в настоящем определении. А дальше внимание, вот внимание, что очень важно сейчас. В статье 3 мы сейчас увидим следующее. Любое из следующих действий независимо от объявления войны будет квалифицироваться как акт агрессии. Независимо от объявления войны. Вы понимаете, о чем мы говорим? резолюция ООН говорит, что акт агрессии может быть без объявления войны. Так более того, это акт агрессии. А Украина-то, насколько я помню, войска свои на территорию других государств пока еще не вводила. Вводит же другое государство на территорию Украины свои войска. И соответственно, Украина не должна объявлять войну. И нет такого требования с точки зрения международных документов. Ну а теперь вернемся к нам, к нашим интересам, к нашим правам. Что будет, если будет объявлена война? Какие ограничения прав и свобод граждан появятся? Ответ прост. Никаких. Никаких новых ограничений не появится. И вот почему. Конституция Украины предполагает ограничение прав человека не в связи с войной, а в связи с военным положением. И мы с вами прекрасно знаем эту статью Конституции Украины. 64 статья Конституции Украины. Она говорит о том, что во время военного положения могут ограничиваться права человека. И если вдруг кто-то из вас сможет найти другую статью Конституции Украины, либо другую статью какого-либо закона, где будет написано, что права человека могут ограничиваться еще и во время оглашения войны, ну я жду ссылку, я хочу посмотреть, я не знаю, мне неизвестны такие нормативно-правовые акты. все худшее, что могло произойти в плане ограничения прав человека, оно уже произошло. Военное положение, вот что дает такие полномочия государству. Военное положение, а не объявление войны, потому что именно военное положение, оно направлено внутрь. объявление правового режима военного положения, оно направлено внутрь на своих граждан, а объявление состояния войны, это извне, вернее направлено вне, из страны вне, это заявление другой стране, что мы с вами воюем, и заявление там ООН, что мы будем воевать с этой страной, но это никоим образом, по сути, не направлено к своим гражданам, и никаких изменений в контексте прав человека оно не нести не будет. К слову, к слову, не будет нести это объявление войны и каких-то благ для человека, да, потому что ходят такие слухи, что, мол, объявите войну, и нужно будет отменить коммуналку, не нужно будет платить банкам и прочее. Конечно же, это не так. Почему? Потому что ни один закон не говорит, что если будет война, можно не платить коммуналку. В законе совсем идет речь о другом. Про неперборную силу, вот про что идет. И если мы посмотрим действия торговой палаты, которая как раз определяет, что является такой непреодолимой силой, вследствие чего человек может избежать ответственности по своим обязательствам, то Торгово-промышленная палата Украины принимала соответствующее решение, и она сказала, что военное положение является достаточным фактом юридическим для того, чтобы человек не выполнял свои обязательства, чтобы он не нес ответственность за это. Но не нужно это понимать так, как будто вот сейчас на всей территории Украины можно перестать платить коммуналку. Нет. Почему? Потому что в каждом в итоге конкретном случае человек должен будет доказать, как военное положение помешало тому, что он не может платить коммуналку, например. Потому что ну давайте серьезно смотреть на вещи. Ну живет какой-нибудь человек всю жизнь жил там в Виннице условной, да, не знаю, в Житомире, в Тернополе, где-то еще. И вот он жил, ходил на работу. Он не потерял эту работу. Он продолжает работать. У него та же самая зарплата. Его жизнь не изменилась вследствие введения военного положения. Так возникает вопрос, а почему он не должен платить ту же коммуналку или почему он не должен платить банком. Ну он получает ту же самую зарплату. И другое дело, какой-нибудь человек, давайте Бахмут, Мариуполь, не знаю, Купенс сейчас, да, где идут, ну хотя плохое сравнение, наверное, да, вот, ну вы поняли, те, кто реально страдает от боевых действий. Это совершенно разные вещи. И вот здесь уже люди могут получать соответствующее освобождение, но, еще раз подчеркиваю, для этого не нужно объявление войны. Фух, на этом все. Очень, конечно, длинное получилось видео, но, короче, сложно объяснить, потому что нужно было показать все-таки нормативные акты, нужно было пояснить, что в них написано. Извините, что занял много времени. Но, если вдруг вы досмотрели до этого момента, скорее всего, вы считаете, что видео полезным, и ему можно поставить лайк, и подписаться, конечно же, на мой канал. На этом все, я вам желаю удачи, благополучия, и, конечно же, мира. Пока-пока.